Этим летом оздоровлению детей и подростков, как и прежде, было уделено повышенное внимание. За жаркий сезон в детских стационарных загородных лагерях успели отдохнуть 5930 человек. Особой популярностью у детей и родителей пользовались лагеря дневного пребывания. В школах и учреждениях дополнительного образования работали 189 лагерей, в которых отдыхали 15248 человек. Это больше, чем в прошлом году и по числу обучающихся, и по количеству лагерей. Причем 8118 детей отдыхали с полным режимом дня и трехразовым питанием, и 7130 с сокращенным режимом и двухразовым питанием. В том числе среди них были дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 108 человек, дети-инвалиды, 45 человек, дети с ограниченными возможностями здоровья, 128 человек, и дети-участников специальной военной операции, 217 человек. С этого месяца началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года. В настоящее время в Волжском Артеке идут работы по капитальному ремонту кровли столовой. В октябре здесь планируют установить модульный блок контрольно-пропускного пункта на территории лагеря. Работы по реконструкции здания идут и в Волжанке. Здесь обустраивают актовый зал на 112 мест и ремонтируют классы. Они необходимы для организации учебного процесса во время летней оздоровительной кампании. Стоит отметить, что в этом году в детских лагерях была реализована новая воспитательная программа по направлениям патриотическое, эстетическое, экологическое, трудовое и физическое воспитание, а также воспитание культуры здорового образа жизни. Традиционные ежедневные утренние линейки в лагерях начинали с поднятия государственного флага под гимн России. В рамках городского плана проведения месячниково-антинаркотической направленности, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией, проведен цикл мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и пропаганду здорового образа жизни. Активная работа в рамках летней оздоровительной кампании велась и со стороны Департамента физической культуры и спорта. Были организованы спортивные смены на базе муниципального автономного учреждения «Олимп». Создана инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в местах общего пользования. Для организации содержательного досуга и отдыха детей, а также подростков в МАО «Олимп» было проведено более 60 мероприятий различной направленности. Среди них выполнение нормативов КТО, спортивные конкурсы, мастер-классы, различные виды спорта, кинопоказы и другие мероприятия. Учреждениями сферы культуры и дополнительного образования с 1 июня по 31 августа было проведено более 2000 мероприятий. Для детей была организована постановка спектаклей как на собственных площадках, так и на выездных. Активно работали и муниципальные музеи. Детям представили выставки, пленеры, мастер-классы по живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. И наиболее востребованное направление деятельности – это работа по трудоустройству подростков. В этом году с 1 июня по 1 сентября было трудоустроено 3288 подростков. Из них 1850 человек – это ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году 137 предприятий города предложили временные рабочие места подросткам. Наиболее высокий запрос на трудоустройство поступил от ребят из неполных, многодетных и малоимущих семей. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.